А если уж продолжать тему союзников, то есть один интересный момент. И он касается одного значительного государства, или государства со значительным влиянием, мы сейчас о Китае говорим, и не совсем понятно, на чьей же стороне находится сейчас Китай. Эту тему поднимаем с журналистом-международником, членом правления Украинской ассоциации китайведов и китаистов Алексеем Ковалем. Алексей, приветствуем вас. Добрый. Приветствую. Ну давайте тогда, даже если прямолинейно, но тем не менее, очень хотелось бы получить ответ на этот вопрос. На чьей стороне Китай сейчас? Ну он не на чьей стороне. Он действительно находится, он занял нейтральную позицию, как бы он говорит о том, что он не собирается поддерживать ни одну из сторон конфликта, поскольку этот конфликт, как бы, по большому счету, к его интересам не имеет никакого отношения. То есть он его рассматривает как конфликт, скорее даже не России и Украины, как отдельных государств, а он, в общем-то, следует фарватере российской пропаганды, которая на данный момент рассматривает этот конфликт, как противостояние России со всем западным миром, с НАТО, с НАТО, руководимым Соединенным Штатами. И вот поэтому, чтобы выставить Россию в таком благостном свете, что Россия якобы воюет не с Украиной, а со всеми странами Запада, вот такой нарратив, в общем-то, распространяется в Китае, который говорит о том, что Украина как форпост Запада против России. Ну, смотрите, давайте все-таки попробуем разобраться по пунктам. Китай так или иначе публично говорил какую-то своеобразную, пусть не категоричную, но поддержку Западу и Украине. Но при всем при этом Россия просила Китай, уже практически синхронно с этими заявлениями, о помощи. Военные там помощи, сухопайки просили. Они при этом получили то, что просили? Нет, не получили, потому что, смотрите, было сказано так, Китай заявил, что он осуждает войну. Он осуждает войну как способ разрешения противоречий между странами. И таким образом, в общем-то, он осудил Россию, но он не осуждает саму Россию за такую войну. Относительно того, что Россия обращалась или не обращалась, мы точно этого не знаем. Они опровергают эту ситуацию, но на практике мы знаем, что Россия не получила какой-то существенной поддержки от Китая. Более того, например, даже сейчас есть новости о том, что Китай сворачивает свою деятельность, скажем, экономическую в России, потому что Китай сразу же, как мы знаем, получил четкое предупреждение от Соединенных Штатов о том, что если Китай попытается помочь России обходить санкции, которые на него западный мир ввел, то Китай также столкнется со вторичными санкциями, особенно против своих крупных корпораций, которые работают на международных рынках и на западных рынках в частности. А если мы будем сравнивать торговлю Китая с западным миром и торговлю Китая в экономических отношениях, скажем, торговлю Китая с Россией, то мы увидим, что она в 10 раз западные страны для Китая более важный партнер. Исходя из этого, то есть риторика Китая может быть, как нам казаться, пророссийской, но на практике Китай делает все для того, чтобы этот конфликт никоим образом не повлиял на его экономическое положение, не зацепил интересы его компаний, его граждан и, в общем-то, самого Китая. Алексей, украинская сторона точно так же обратилась к Китаю с предложением стать гарантом безопасности. В общественном пространстве нет информации относительно ответа Китая, а, возможно, вы обладаете этой информацией. Какова была реакция, если такая поступила вообще? Нет ответа на четкий, в общем-то, запрос украинской стороны Китаю, чтобы он стал гарантом. Китай не дал. Хотя, смотрите, еще когда... Единственное четкое заявление, которое прозвучало из уст посла Китая в Украине, это Фан Синжун, он сказал, единственное, что я могу гарантировать, это то, что Китай не нападет на Украину. Это достаточно такое... и будет всячески помогать. Он сказал, ну, мы, конечно же, не представляем, что Китай собирался нападать на Украину, но такое заявление прозвучало. Но относительно гарантий, скорее всего, понимаете, для Китая есть сложная ситуация, потому что тот вариант гарантий, который озвучила украинская сторона, он, скорее всего, неприемлем для Китая, потому что он предусматривает, что после краткосрочных консультаций, как мы знаем, любая страна-гарант должна стать на сторону Украины в этом конфликте для Китая с точки зрения его политических и внешнеполитических установок. Такой вариант неприемлем, чтобы какая-то третья сторона, или чтобы он присоединялся к конфликту на стороне одной из сторон конфликта. Вот тут вот мы... Китай действует по такой формуле, что как бы умная обезьяна сидит на горе и наблюдает за боем двух тигров в долине. То есть он, в общем-то, не собирается становиться на сторону какой-либо из конфликтующих сторон. И поэтому санкции в том виде, как они, например, были озвучены в Стамбуле нашей делегации, они абсолютно неприемлемы для Китая. И поэтому я думаю, что Китай будет ждать, как отреагируют на украинские предложения, например, Соединенные Штаты, та же Россия, которая тоже должна дать нам гарантии. И тогда он будет смотреть, он будет, наверное, в этом контексте выстраивать уже какие-то свои ответы. И пока действительно этих ответов нет, и об этом и сказал и Зеленский, и Ермак, они об этом сказали. Предположений вокруг очень много. Вот я не знаю, видели вы, не видели, читали, не читали. В «Медузе» российском издании появилось интервью с немецким политологом Андреем Хайнеманом. Он, собственно, сказал, что Китай был бы идеальным посредником между Россией и Украиной. Он даже видит китайских солдат, китайскую армию таким инструментом хорошим, как миротворцы в этой всей истории. Что это за сценарий, насколько это возможно и в какой точке, если так? Смотрите, действительно, если послушать заявление китайских дипломатов, там действительно было такое заявление, что Китай пытается даже в этой ситуации сохранить дружественные отношения как с Москвой, так и с Киевом. И вот его цель, в общем-то. И он как раз и говорил Си Цзиньпин Байдену, говорит, что Китай обладает уникальным потенциалом стать вот таким посредником в переговорах. Но мы видим, например, что за посредничеством Китаю не обращаются ни Киев, ни Москва в этом контексте. То есть разговора Си Цзиньпина с Зеленским не было вообще с начала войны. С Путиным он говорил, призывал Путина, китайский лидер, к миру. Но, как мы видим, это тоже не подействовало. Поэтому, в общем-то, тут вот такая ситуация. Действительно, Китай один из крупнейших, скажем, контрибуторов миротворческой деятельности во всем мире под эгидой ООН. И если бы действительно миротворческая операция получила одобрение Совета безопасности ООН в Украине, и, например, какие-то голубые каски были бы введены, то я думаю, что при наших же активных усилиях привлечь Китай к такой миротворческой миссии, и Китай, я думаю, мог бы согласиться и стать, во-первых, не только контрибутором миротворческой деятельности, но он, во-первых, мог бы, учитывая его экономический потенциал, стать и внести вклад в восстановление Украины, даже в сотрудничестве, например, с западными странами. То есть китайская, например, технология за деньги западных стран. То есть такой вариант тоже, кстати, в мире рассматривается, и в западных СМИ появлялись информации. А бенефицаром Китая может стать каким-то? Ну, то есть все идет к победе Украины, и, возможно, это будет связано с полным разгромом России или с завершением этого проекта тюрьмы народов. Есть ведь определенные народы в рамках вот этой тюрьмы народов, которые тяготеют Китаю сейчас? Смотрите, ну, более всего вероятно, что Китай воспользуется ослаблением самой России. Да, Китай прекрасно понимает, что Россия не есть очень, скажем, хорошим партнером для Китая, имея в виду, скажем так, истинность этой дружбы. Да, я бы вот так сказал. То есть Китай понимает, что Россия хочет от Китая получить определенную поддержку, определенную вот эту моральную, скорее, поддержку. Но Китай тоже рассматривает эту ситуацию с точки зрения своих интересов. Прежде всего он ждет ослабления России, и во второй очереди он ждет ослабления позиций Запада в России. То есть, скорее всего, ниши, которые из-за войны оставили западные страны в России, экономические прежде всего, ну и, отчасти, политические, будут заняты Китаем, естественно. А ожидает ли он какую-то там реконфигурацию России? Я думаю, что нет, потому что, в общем-то, для Китая будет достаточно усилить свое влияние, получить новые концессии на разработку, например, российских полезных ископаемых. Ему необязательно брать под крыло какие-то определенные регионы России или добиваться дезинтеграции России, то есть, как многие говорят. Я думаю, скорее всего, для Китая вполне достаточно это будет иметь экономический плюс от этого. То есть, он заинтересован Россией как в сырьевом поставщике сырья. И, в общем-то, это вполне вероятно, что в результате войны он получит его в любом случае, в любом исходе. Да, Китай считает деньги, а это дешевле и выгоднее, чем, например, забирать какие-то большие территории, куски и их облагораживать. Спасибо вам большое, Алексей Коваль, журналист Международник. О роли Китая говорили и о том, что сидит в голове у Китая.